Плохо жизнь прожил, потом после смерти опять, короче, выпадает череповец, череповец выпадает. Череповец, череповец. Ничего личного. Холодец. Хватит нести ахинею. Чего? Продаемся вообще легко. Вот так. Город череповец. Организм Волгода у нас в хорошей погоде, в отличие от некоторых других городов, которые не будем сейчас называть слух. Вологда. Приз уш на сковородке достается Энди Фрэков. Череповец уехать навсегда. Такое счастье. Прости нас, Вологда. Вологодский ОМОН руки на Купот. Аквапарк. Вот, вот это надо снимать. Вау. Вау. Житель, как называется, житель череповца. Нормальный человек. Привет, друзья и подписчики канала Американец. Сегодня мы приехали в Череповец. Энди, не Череповец, а Череповец. Мы недавно с тобой ездили в Вологду. Так. Сняли там видео. И самый популярный комментарий к этому видео был о том, что нам нужно поехать куда? В Череповец. Череповец. Все правильно. И люди, которые местные череповца, нам говорили, что здесь много чего есть посмотреть. Например? Ну, в Череповце говорят, что есть аквапарк. Так. Есть хоккейная команда. По-моему, Ашан, хотя не видео. Посмотрим. И есть аэропорт. Аэропорт, которого нет в городе Вологля. Сегодня мы посмотрим, кто круче. Вологда. Ой, извините, пожалуйста. Или Череповец. Ну, я могу тоже сказать, что в Череповце что лучше? Давай. Погода здесь лучше, чем в Вологде. Мы приехали в правильную погоду. Да. Вот. Все цветет. Я даже вижу, что люди улыбаются. Были в Вологде? Конечно, был. В Ярославле везде был. Да. А, вы из Череповца сам? Да, да, да. Вот. Во-первых, кто круче? Вологда или Череповец? Череповец, конечно. Просто посмотри сюда, и все будет понятно. Все будет понятно. Вологда – это поселок городского типа, а Череповец – это город-центр. Вологодский ОМОН руки на Копот. Житель. Как называется житель Череповца? Нормальный человек. Больше нет вопросов. Спасибо большое, Игорь. Вы молодец. Отлично. Ничего личного, просто холодец. Есть тут и деревянные архитектуры. Стараются. Череповец уехать навсегда. Такое счастье. Прости нас, Вологда. Ну, на самом деле, я люблю все это. Золотое колцо. Это да, я знаю. Это все дела. Метрошки, Кремля, разные площади. Разные Кремля мы любим. Ну, я думаю, что даже вот человек из Питера может отвлекать от настоящей России. Ну, то есть… Обоснуй. Например, ты же ходишь по хипстерским кофейням на Невском проспекте, и ты забываешь, что все это строится просто от рабочего класса, а не от вашей вот этой вот северной культурной вот этой столицы. А Россия не только вот там на Невском проспекте, в Эрмитаже. Фига ты набросил. Сейчас обычно про Москву такое говорят, а сейчас мы Питер выделили. На самом деле, здесь вот по-своему тоже очень круто. Смотрите, какие сосули мужики. Вот, вот это надо снимать. Вау! Сейчас. Вау! 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 Лучше Волга или Череповец? Мне кажется, Череповец. Да? Резу Череповец. А тогда почему? Более современная инфраструктура, недвижимость. Например, что круто в Череповце? Вот три какие-нибудь позиции. Вот круче, чем Вологде. Новый район. Это где? 104. 104 район. А какая этимология слова Череповец вообще? Откуда взялась? Череповец вообще существует легенда. Так. Эстерическая у нашего города. Что? Екатерина Вторая, она ехала на... На карете. На карете, да. На Тесле, я понял. Да, на Нилан Маск. Вот. И она... Череповцы наедала? У нее... А, серьезно? И получается, она такая, о, череп, овцы. Овцы, череп, овец. Мы прошлись немножко по дизайн-коду города Вологда. И нам очень не понравилось, что на красивых старинных деревянных домах были какие-то гигантские рекламные растяжки. Ты помнишь это? Я бы продолжил, чтобы ты сейчас говорил за себя. Окей, хорошо. Мне очень не понравились. Нам это мне. Мне не понравились. Но я хочу сказать, что я посмотрел на то, что здесь в Череповце происходит. И здесь такая же дичь. Посмотрите. Посмотрите на это. Это просто Unreal. Красивый деревянный дом, на котором висит черти что. Золото, аксессуары, аренда, стоп-шоп, ломбард, ювелирный магазин и торгово-развлекательный центр. Я хочу еще раз сказать, что я говорю о Вологде. И потом Тикачевский выразил из видео. Я отношусь к большим пониманиям тем коммерсантам, которые это делают. Я отношусь к большим пониманиям тем коммерсантам, которые делают такую рекламу. Потому что они должны кормить своим семьям, своим детям и так далее. Но при этом у меня такое пожелание, чтобы они нашли другие способы рекламы, чтобы их бизнес стал еще больше и они могли снимать это баннеров издания. Приз уш на сковородке достается Энди Фрэка. Череповец круче. Конечно. Вы согласны с этим? Да. Почему Череповец круче? Ну, я думаю, что, во-первых, красивее. Есть на что посмотреть. А что с запахом у вас? Чувствуете запах, который есть? Или уже не чувствуете? Ну, запах это от завода, скорее всего, так идет. Скорее всего. Да, скорее всего. Были какие-то другие варианты, я понял. А сам не на заводе работаешь? На заводе, но не на Северстале. А на каком? Американец, поаккуратнее. Ну, я так понимаю, что есть два завода основные. Апатит и Северстал. Да. Есть еще, да? Еще третий секретный. Про который нельзя сказать. Там чайники электрические производят. Нет, там ванны производят. Ванны? Посыпался, посыпался. Записывай. Гордо так, там ванны производят. Ну, насколько я понимаю, есть это место, где есть старинная архитектура, как мы любим. И есть, как бы, такой современный центр города. Мы туда поедем сейчас. Туда и двинемся сейчас. Плохо жизнь прожил. Потом после смерти опять, короче, попадает в Череповец, Череповец, попадает. В принципе, все, что было перечислено в комнатах, это находится здесь на одной площади в этом городе. 100%. Вот. Не 100%, а 104-й район. Бу! Череповец. Получается, что здесь есть? Ледовый дворец, лента, кафе Пен и Пнем. Сказать ему, что он неправильно говорит? Нет, не надо. Джун, аквапарк. Я должен, прости прошение у всех. Наконец-то. Давай. На колени собака. Вот. В Череповце нет Ашана. Ашан есть в Вологде. И поэтому тема этого ролика уже нигде лучше Вологде или Череповец. А что лучше, лента или Ашан? Я обожаю, когда американец сам шутит, сам смеется и потом сам ставит лайки своим же видео. Кто тебе платил больше ленты или Ашан за Интеград? Так не работает. Не, работает, работает. Мы продаемся вообще легко. Вот так. Если я жил долгосрочно в Череповце, я бы, наверное, хотел бы жить в этом районе со своими гидами. Ну, да. Ну, торговые центры, ну, какие-то вот там новостройки, все такое. Особой инфраструктуры нет. Понятно, что сейчас зима, и здесь снег, холодно и мрачно. Даже солнце зашло, и вот даже стало больше на Вологду похоже. Согласись, что если твоя семья жила в Череповце, вы бы хотели жить в этом районе. Я, как только ты сказал, твоя семья живет в Череповце, я перестал слушать. Чувствую, что нужно возвращаться в Вологду. Это, наверное, прежде временно сказать, но я уверен, что мы туда поедем. Есть такой термин «градообразующее предприятие». Вот совместный завод «Северсталь» он таким предприятием не является. Так, стоп, стоп. «Градообразующее предприятие». Жека, аплодисменты вот здесь. В России довольно много таких моногородов, где вначале был завод, а потом город продолжал расти и превращался вот в то, чем он является сегодня. Ну, я так понимаю, что судя по рассказу таксиста, что тут делали совершенно в тотчас и наоборот. Вокруг города построили завод. Где, Жека, можно БУУУ, но я просто хочу сказать. Я не встал вот такое смотреть. Даже я иду и мы разговариваем, мне и то неинтересно. Тут есть логотный налоговый условий. Если ты хочешь открыть новый бизнес, и этот город находится подожди подожди но если допустим я хотел он не останавливается туристу 104 район возможно неинтересно но вместиться возможно в этом моногороде где будет кластер есть какая-то причина почему у нас до сих пор 2700 подписчиков поехали домой друзья второй день нашего пребывания в городе череповец и о счастье наконец-то настала неправильная погода во время которой мы так любим снимать наши репортажи городе череповец орган завал на нас хорошую погоду в отличие от некоторых других городов которые не будем сейчас называть слух по-английски есть такой такая фраза it's like comparing or just apple и как это ты сказал по-русски но мы вот иногда говорим когда люди сравнивают вещи несравнимые мы говорим что не нужно сравнивать мягкое и теплое и действительно мне очень понравилось что вчера по всей вот мы общались с такими позитивными людьми которые очень любят этот город и вологи очень жал что вот не получилось особо общаться с народом но я думаю что сегодня при такой погоды было бы такая же картина ведь а можно пару вопросов он задний ну пожалуйста а здесь погода видимо неправильно пожар нет вогреб привет хотя можно пару вопросов вывод такой что череповец уже приезжать на один день Извините, а можно пару вопросов задать вам про Череповец? Вот я знаю, что он не похож на американца, но вы не переживаете. Скажи что-нибудь по-американски. Все, да? Увиделись. История такая. Мы были в городе Вологда примерно месяца два с половиной назад. А, вы видели наш блог? У вас есть какое-то мнение? Давайте, прежде чем мы зададим вам вопрос. Люди, не вчитывая, сделали совершенно неправильные выводы, просто... Мы сделали неправильные выводы? Не вы, а те, кто начали обсуждать со своим. А мы позитивом же, нам же понравилось, да, вот, вот. Но все равно мы приехали сюда в Череповец, потому что все в Череповце стали говорить, в Череповце круче, езжайте в Череповец, в Вологда не так круто. Вот как вы считаете? Потому что у нас мнение сложилось, в принципе, но вам его не скажем. Ну, города очень разные. Если Вологда – это местная, ну, как бы, вот, Вологодская область, да, то Череповец – это все-таки город приезжий. Приезжий? Почти все население приехало сюда работать на предприятиях. Здесь даже поэтому говорят по-другому. Не на О, а по-другому. А как, как говорят? А вы, подождите, а вы из Череповца? Нет. А откуда вы? Тверь. А-а-а, Подмосковье. Класс. Тверская область. Это имперские замашки из Санкт-Петербурга, понимаете? Что вы нам посоветуете? Как нам дальше быть с нашим блогом? Куда нам поехать? Как раз надо смотреть маленькие города. Уехать из Санкт-Петербурга и Москвы и смотреть маленькие города. Вот там настоящая Россия. Отлично. Спасибо вам большое было. Да, очень приятно. Да, спасибо. Спасибо. Буду читать. Да, всего доброго. Он же сказал, что нужно все говорить. Он был прав. Качевский? Качевский всегда прав. Мы пошли и мы хотели проверить, что если будет плохая погода в Череповце, что никто не будет с нами общаться. И мы пошли и за нами бегут. И кричат из автобуса. Настя выпрыгнула из автобуса, потому что она сказала, я знаю, кто эти люди. Я никогда еще бы не были так близко к Славе. Я думаю, что история нашего канала подходит к концу. Уже ничего круче сделать невозможно. Настя вообще родом из Белоозерска. Белоозерска? А, я понял, извините, из Белоозерска. Вот. И как называется главный гражданин из Белоозерска? Вообще Белоозера называют. Белоозер? Белоозер. Белоозер, Белоозер. А если гражданка? Белоозерочка. Белоозерочка. Это если симпатичная. Вчера была классная погода. Да. Что пошло не так сегодня? Потому что вы, наверное, скоро уезжаете из Череповца и поэтому... По-моему, Череповец наоборот хочет, чтобы мы уезжали побыстрее. Бывали ты в Вологде? В Вологде? Да. А как тебе Вологда? Ну, Череповец лучше. Череповец лучше? Хорошо. Чем Череповец лучше? Дорогами. Асфальт почти везде у нас, а там нет. Будет больше подписчиков? Да, я вас разрекламирую. Опа. Как вы убеждаете людей в том, что Россия – это круто? Ну, потому что... Потому что у меня не всегда получается. Хочу... Хотя я хочу это сделать. Стараемся. У нас потому что творческое агентство. У нас с каждым клиентом такой креативный особый подход. И у нас спрашивают, почему вы не продаете Турцию, там, Кипр. Ну, потому что это неинтересно. А смысл ехать просто на море, полежать там... И все, на солнышко посмотреть, и все. Настя, есть смысл. Я просто был на море, я знаю. Хорошо, тогда вопрос. Какое самое популярное направление у вас в вашем агентстве? Самое популярное? Санкт-Петербург, наверное. Yeah! Ну, я бы не сказал, что это чудо, потому что Санкт-Петербург – это действительно жемчужина нашей страны. Я могу об этом часами говорить? Подтверно. Женя, подтверди. Чудо, что Санкт-Петербург. Важно думать о том, чтобы в любую погоду ваш город выглядел классно. Да. Чтобы, знаете, было как приезжать в Амстердам или в Лондон, там идет дождь, и никто не говорит, ну, вы не в ту погоду приехали. Тот четвертый район, респект, все дела. И важно сказать, друзья мои, что никто не победил, ни Вологда, ни Черповец. Вы два уникальных города со своей историей, со своей изюминкой. И нам очень хочется вернуться сюда снова. Подошел ко мне человек, он говорит, и ты тот американец, который снимал Володу, да? Я говорю, да. Он говорит, у тебя такой качественный контент. Почему так мало подписчиков? Я говорю, почему мало подписчиков? Скоро у нас будет 2 миллиона подписчиков. К сожалению, пока 2817. Я понимаю, но скоро будет 2 миллиона. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Мы хотим показать Россию немножко... Как сказать? Немножко не так, как вы к этому привыкли. Да, все, пока, до встречи. До встречи. Череповец, Череповец. Ничего личного. Молодец. Хватит нести ахинею. Чего? Мне кажется, если мы приехали... А, нет. Ткачевский всегда прав. Все, снято. Снято исключение.